Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас необычный выпуск, необычный эфир. С вами сразу две звезды. Ольга Сорокина, меня вы уже знаете, астролог, психолог и замечательная Полина Сухова. Парапсихолог, так скромно. Ну, она у нас и психолог, и основатель Академии Школы Парапсихологии, где готовят специалистов в области иргрессологии и целительства. В общем, очень большой послужной список. Да, с нас еще готовят. Ну, а Оленьку давай я тебе представлю, потому что она не всегда все свои регалии о них рассказывает. Она у нас, кроме как астропсихолог, действительно очень глубокий, очень мудрый, вот реально эксперт своего дела, потому что я на протяжении многих лет сама к ней хожу, когда какие-то сложные ситуации, и всегда она раскладывает по звездам, какой период меня ожидает, что там можно. Она даже один раз мне предсказала, что ты в это время встретишь свою любовь. Между прочим, да. Так и правильно. Так звезды, да, да. То есть это же тоже предсказательное. Она писатель, она тоже блогер, и, соответственно, тоже ведет свои курсы. И просто очень хорошая женщина. Благодарю. Да, но тема нашего эфира сегодня об астрологии, о том, как можно ей пользоваться в повседневной жизни, и вообще почему люди с древних времен стремятся к тому, чтобы узнать свое будущее, чтобы узнать, что их ждет, так как всегда эта завеса тайны манит. Манит, да, тайна. Так и больше того, ведь каждый, практически каждый, если слышит гороскоп, даже если не верит во все это, где-то по какому-то радио, или в какой-то газетке, обязательно загляньте, что же сегодня там для тельца-то, или что там для скорпиона. И вроде фигня какая-то, я знаю, как их составляют там, да, но все равно же интересно, вот правда? Друзья мои, если так вот, напишите в комментариях, заглядывайте ли вы туда, даже если вы это не верите, или прислушивайтесь, одно ухо так отопыривается, да. И вообще тема астрологии, она топовая, да. Она действительно реально очень людям захватывает, потому что на самом деле те люди-астрологи в глазах, вот как раньше, как я считала, вот как вы считаете, вы напишите в комментариях, что это люди какие-то... Очень избранные, да? Оракулы, которые действительно знают вот этот язык звезд, и они могут расшифровать вот эти сложные вот эти формулы, и когда они рассказывают тебе и попадают в точку, ты думаешь, вот это круто, да. Им открыты все таяты. И вот мы как раз с Олей решили, а вот вообще для избранных астрология, или она вообще доступна практически каждому человеку, то есть вот астрология для жизни, она реальна или нет, мы как бы сегодня об этом как раз и хотим поговорить, да. Насколько ее можно внедрить в жизнь, в какой дозировке. И нужно ли вообще в принципе это делать. Да, и вообще вот эта тема, на самом деле, она такая, может быть, мало кто задумывался. То есть вот у меня раньше такой был лозунг, даже сайт «Психология в каждый дом». А вот астрология в каждый дом, она вообще возможна? Вот давай ты как астропсихолог свою точку выскажи, потом я скажу. Я хочу сказать, что когда я занялась астрологией уже с точки зрения популяризации этой дисциплины в массы уже как педагог, конечно, была... Я бы добавила, наука это все-таки. Ну, официально она не признана, к сожалению, пока наукой, так как нет у нас доказательной базы, что это работает и много методик, но тем не менее это работает. Так вот, моя мечта была и остается той, чтобы действительно каждый человек уже на бытовом, обыденном, простом таком уровне мог пользоваться хотя бы основными астрологическими знаниями, понятиями и применять это в жизни легко, просто, не только на уровне лунного календаря, который все знают, и, кстати, все им пользуются. Ой, как и все люди! И бабушки, и молодежь. Когда стричься! Да, да, все даже не верят. Когда к зубному ходить или не ходить, когда делают косметические процедуры, мы же этим пользуемся все, и реально это работает. Полнолуние сделаешь что-нибудь не так, все, там зуб выдаришь, кора кровь течет два дня или три дня, да. Пошел косметическую процедуру сделал, у меня косметолог говорит, как полнолуние, Полина, на полнолуние только делаем это косметическим лицом, прям вообще вот сразу встает, все звучит замечательно. Да, поэтому мы этим постоянно пользуемся, но астрология-то больше, чем лунный календарь. Да, в астрологии еще присутствуют другие девять планет. Планет всего, конечно, у нас восемь, но просто Солнце и Луна, они для удобства в астрологии также считаются планетами, поэтому нужно хотя бы знать, что каждый из этих планет в себе несет, какую энергию, как этой энергией можно управлять, в буквальном смысле каждый день, потому что каждый день у нас что-то значит. Даже каждый час имеет свое особое значение. И зная... Это как органы, да? Каждый орган, он более активен в определенное время. В определенное время. Там почки, например, в час ночи. Орган, энергия, даже наши... А, соответственно, и планеты тоже, они в какой-то час более проявлены. То есть можно прокачивать энергию планету. То есть есть целая схема, как в каждый час, какая энергия у нас есть. А ты вот это на курсе своем даешь? Вот эту информацию? Да, конечно. Но это базовая информация, поэтому здесь нечего скрывать, и, в принципе, все ее могут и при желании найти. Ты ее преподносишь на своем курсе. Да, обязательно. Также еще хотела сказать, что астрология именно в бытовом смысле, на уровне жизни нашей... То есть я сейчас не говорю про то, что там высчитывать какие-то сложные карты или кому-то делать прогнозирование, а именно для себя, для личного пользования. Астрология помогает, главное, понять, увидеть себя вот как бы языком звезд. Потому что наша... Звездный паспорт, я так называю. Звездный паспорт, да. Характеристики личные. Его по-разному называют. Есть и, ну, самая распространенная, конечно, это натальная карта, радикс, формула души, да, звездная карта, карта души, можно сказать, инструкция такая личная к вам, чтобы вы с собой познакомились. Потому что внутри у нас при рождении, вот в дате зафиксировано все. И это помогает понять себя глубже, своих близких, своих детей. Потому что очень часто мы всегда внутренне задаемся вопросом, вот почему я там мама, я папа, а у меня вот такой родился ребенок. Вроде бы он не должен такой родиться, как еще говорят, да? Апельсинки не родятся. Ну, такое очень часто бывает. Тоже поделитесь своими впечатлениями, как в вашей семье. Часто бывает по знакам зодиака тоже очень интересно наблюдать. Да, энергетически не совпадают. Либо это вообще противоположности. Например, рождается лев, обязательно рождается в семье водолей. Это мои внуки. Да. Там либо рождается дева, обязательно рождается к ней в паре рыбы. Потому что это параллельные знаки зодиака. И каждый учится друг у друга, чего другому не хватает. А когда ты действительно знаешь звездный паспорт своих детей, ну, или близких, да, то ты понимаешь, почему они такие противоположные и разные. Абсолютно разные. И это помогает уже действительно своих деток направить в нужное русло. Да, потянуть где-то слабые стороны и, соответственно, развить сильные. Ну, Вселенная всегда нам устраивает такие интересные квесты, чтобы нам было здесь не скучно. Вот. Ну, а в целом, конечно, астрология помогает именно наладить связь, вот эту коммуникацию с собой, прежде всего, да, с миром, с людьми. Это вот как база, как основа. А я бы еще, знаешь, что добавила? Со Вселенной. Вселенная дает вот эти знаки постоянно в виде каких-то событий, да? Да, да, повторяющихся. И каждое событие, оно относится к определенной планете. Если это уран, это, не знаю, ураган пронесся, снес с полкрыши, молния ударила, Внезапность какая-то. В пожар, да, внезапность, перемены. Да, вот сильные перемены какие-ли, в вашей жизни что-то так вот молниеносно пронеслось, да? И ты понимаешь, вот когда ты уже понимаешь хотя бы базовое понимание значения планеты, да? Что-то уран к тебе в гости пришел. О, благодарю уран. Помню, меня Сатурн посетил, когда меня сковало все руки по суставам и ноги, ну, вообще все было. Скованность тела, да. Скованность, то есть тебя просто в формат такой жесткий загрузили. Как я благодарю? Я с ним разговаривала. Говорю, про Сатурн, благодарю тебя. Благодарю тебя, мой хороший. То есть я знала и по этим самым не возмущалась этим энергиям, этим планетам. То есть планета нас учит, да? Чему-то этой энергии. А я наоборот, эту энергию прокачивала. И у меня дисциплина, лечение, все было выверено, все было по часам и так далее, и так далее. И вот таким образом мы тоже помогаем. Мы понимаем, какая планета в здоровье очень сильно помогает. Очень сильно. Например, когда тоже вот Оленьке я часто своих клиентов даю на разбор, чтобы она разобрала и приходит с серьезными заболеваниями, как можно помочь, кстати, да, людям. И она смотрит сразу, какие там тонкие места в здоровье. А там у нас же лилит показывает, да. Лилит по луне, конечно же. Лилит это черная луна. Ну, по многим показателям мы все это вместе анализируем, да, все аспекты карты. И, кстати, вот сколько раз ты давала классные, прям четкие диагнозы, человек не может сходить к одному врачу, к другому, к другому, к третьему. Он не может найти причину. Приходит ко мне клиент, я, значит, по дате даю ей разбор, она делает, и тот человек говорит, слушайте, ну ведь это действительно тот пазл, которого мне не хватало, да. То есть реально. И там даются тут же инструменты, что делать для того, чтобы, например, там действительно лилит в деве, да. И вот и человек с самого детства там мучается всякими хроническими заболеваниями, да, и так далее. А там же тянется еще астрология-то она из прошлой жизни. То есть мы идем в прошлую жизнь, смотрим там, а там оказывается у человека долг, он сам там был врачом, не очень честным. Но мы в совокупности это смотрим, то есть с точки зрения астрологии, а Полина уже дальше занимается как раз регрессией и уже более глубинными процессами прошлых кармических воплощений. Да, хотя бы показываешь точки, куда пойти, что посмотреть. Ну, потому что если с нами происходит определенное заболевание, либо какая-то ситуация жизненная, ей всегда соответствует определенная энергия планеты. Да, там все прописано. И зная это, мы просто можем понять, как с нами говорит Вселенная, вернее, о чем, о чем она предупреждает. Что мы в данный момент должны сделать. То есть если это Сатурн, то скорее всего речь там о гиперответственности, о том, что на себя слишком много взваливаем задач. И иди, милый, пожалуйста, ляг, отдохни. Сейчас мы тебе немножечко скрутим твое тело. Чтобы лежало твое тело. И перестал двигаться. Не шевелился. Причем ведь в натальной карте и формуле души там у нас есть точки рэперные, там видно, где вот, ну, действительно человек вот приходит иногда и говорит, у меня все валится, вообще все, 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 вообще все рухнуло, да. И там как раз видно, что в этот момент в натальной карте или формуле души, на космографии в основном мы смотрим, там всегда происходит такая интересная штука. Там оппозиции разных планет. То есть как бы скучность определенных планет, да, которые тут же они вызывают некое событие. Натальной карте, по натальной карте же можно и прогнозировать правильную судьбу. Там видно вот эти провальные точки. А если это значит провальные, там всегда есть рецепт, что тебе нужно сделать. Это та соломка, которую подстелить. Я помню, у меня один раз тоже клиентка, не клиентка это было, она потом клиенткой стала, она пришла ко мне учиться. Мы встретились, сидели на конференции. И что-то мы с ней разговаривались, формула души, а я тогда только начинала. Я знала там всего несколько там каких-то вот прям азы, 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 но уже по азам можно человеку что-то сказать. Я, значит, открываю формулу души. Ну, вот как ты своим студентам. В центре формул, наверное, основные планеты. Да, да, да. Я космограмму смотрела, я просто знала, я помню, ну, просто я знаю, что ты все время тоже говоришь своим студентам, что, знаете, там первые два-три урока пошли, вы уже по этим два-три урокам можете уже в этой планете рассказать много человеку. И вот я помню тоже так же, вот я это, когда, значит, пошла, думаю, да, я тоже, значит, сейчас человеку расскажу. Вы не представляете, как я повлияла на ее жизнь. Я говорю, да ты посмотри, у тебя сейчас цикл, значит, там как раз до Плутона цикла, в этот скорпион, в период скорпиона. Цикл. Значит, там оставился мне что-то год, что ли, я говорю, тебе сейчас очень важно вот то-то, то-то, то-то. Я говорю, тебе сейчас нужно подвести все итоги своей жизни духовной, потому что сейчас у тебя пойдет, ну, как бы такая, ну, как бы жесткая обратка за все твои дела. И у тебя есть время для того, чтобы пересмотреть вообще всю свою жизнь и начать немножко духовно развиваться, на этом акцент, сделать еще что-то. И она через несколько месяцев, ну, то есть еще много я там чего-то говорила, потому что я знала. Ну, как напутствие ты ей дала, что делать. Как бы я ей предупредила, что ее ждет определенный период времени. И когда она мне через несколько месяцев пишет, Полина, все, что ты сказала, это реально мне очень помогло вывернуть мою судьбу в другое русло. Она потом пришла учиться ко мне, говорит, и это очень сильно еще тоже помогло справиться с этим задачей. То есть я, по сути, человеку вот эту вот реперную точку могла вот так вот, знаете, вот стрелка могла пойти налево, могла направо. Как развилка? Помочь, чтобы она сама переключила. То есть не я, а просто была информация. И вот звезды, они как бы вот знают вот эти вот развилочки очень классно, можно своим детям особенно, да, предназначение. Профориентация, конечно, самая такая актуальная тема, насущная, очень часто обращаются за помощью. Детям вообще нужно разбираться. Подростки вообще не знают, кто они, что хотят. Ошибок много делают родители, которые начинают их тащить вместо их истинного предназначения в те цели, которые они хотят. Поэтому детям нужно изначально, как только родился, уже там через год-два нужно смотреть, какие сильные стороны, какие слабые, и обращать внимание, подтягивать сильные. То есть деткам вообще нужно вот формула души, прям вот всем, 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 всем. Души самим интересны. Астрология, да, она показывает именно суть человеческого ядра личности. И вот этот концентрат энергетический, если мы его правильно, естественно, в то созидательное русло направляем, на которое каждый человек заточен, то, безусловно, каждый находит свое место. Я думаю, многие из нас ощущали, что вот есть такое чувство, что я как не в своей тарелке, да, я как будто живу вообще чужим сценарием, это не моя жизнь, я не хотел, я не выбирал такое. Родовые программы повторяются. Родовые программы, проекции, да, обязательно, это там тоже видно, если это есть, кармические задачи, какие-то страхи, иррациональные страхи, это все тоже изначально в натальной карте прописано, каждого из нас, и это вот такая интересная инструкция, благодаря которой мы можем исправить очень многое. Кстати, часто задают вопрос, что если вот у меня в натальной карте есть, например, там положение, предрасположенность к рождению детей или нет. Я хочу сказать, что это не фатальность, если вдруг вам кто-то сказал, что у вас нет, допустим, по карте детей. У меня было как минимум два таких случая, когда девушки, в основном женщины, приходили на консультацию именно с этим вопросом, то есть их напугали, что детей не будет. там просматривается... Просматривается. Всегда есть, знаете, как параллельная дорога, параллельная судьба, можно сказать, одного и того же человека. Весь вопрос в выборе, как мы поступим, испугаемся ли, возьмем ли ответственность на себя и так далее. Но есть, конечно, я не буду скрывать, что есть и такие категоричные исключения, но это действительно больше как исключение, когда вот карта вот настолько она... Все равно рецепты есть. Как фатальность такая, да, как сосуд, вот где человек как бы зажат и вроде бы ничего нельзя сделать, но все равно даже в этом случае этот эффект можно сделать как минимум мягче. Это я вот как бы тоже дополню, что, помню, я тоже была у нас совместная пациентка, девочка, и там была как раз тоже эта история, это было, кстати, тоже давно, и там действительно было, когда все планеты указывали на то, что как бы нету возможности родить, да, но там же указана другая, то есть ты можешь заменить, ты можешь другими детьми заниматься, да, это может быть и детский сад, это может быть какие-то группы вести и так далее. То есть человеку не просто так это дается, там же видно еще, что человек сделал, почему ему не дают детей, вот что самое интересное, понимаете. то есть, да, там сакральный, кармический смысл. Кармические задачи там показывают, что в прошлой жизни, скорее всего, есть предположение, там звезд, что с детьми обращались очень грубо, и в этой жизни как бы не дают этой возможности, но ты должен справиться, исправить во много раз больше, тогда у тебя возможно как минимум в этой жизни, то есть будут дети как свои, они вроде чужие, но свои, это может быть театры, где человек ведет кружки, то есть это что-то, то есть сразу надо много детей брать, да, чтобы, да, чтобы исправить вот эту историю, компенсировать вот эту кармическую, да, связь. И вполне вероятно, что могут потом дать. Вполне потом, да, даже, как знаете, такая история, многие говорят, когда с детьми начинаешь много тех, которые не могли забеременеть, общаться, нянчить, еще что-то, включаются вот эти у нас там программы, гормоны и рожа, действительно. Да, другими словами, натальная карта это огромный кладезь и знаний, информации о человеке, и много путей можно там найти для себя при желании, конечно же, всегда есть выход. Еще, кстати, очень интересно пользоваться именно в таком в домашнем ритме, будем так это называть, в обиходе. Если у кого-то есть профессиональная деятельность, связанная с большим потоком клиентов, то можно прям просто берете, смотрите каждого клиента, смотрите, как к нему подойти, какой подход индивидуальный. Это очень работает. Знаете, как я на работу устраиваю людей? Дату рождения. Дату рождения мне, дай, пожалуйста. Там сразу видно наклонности человека, склонен ли он к агрессии, склонен ли он к нечестности, склонен ли он вообще, ну, как мышление, какое у него заточено, то есть слабое, сильное, то есть его сильные стороны, да, то есть будет ли он давить янской энергией или такая инская, такая вот мягкотелая, там, инфантильная, то есть будет ли он активен или нет, напористый ли он, да, и так далее, то есть у меня, прежде всего, у меня всегда проходит через дату, всегда, но самое интересное, знаете, вот профориентация, это или нет, это больше как это в наем. кадры, то есть это вот прям вообще очень-очень полезно, и знаете, сразу я еще скажу, я же как женщина, которая давно искала отношения, и соответственно, мне тему любовной, она всегда была интересна, я просто знаю, у меня подруга, Коля все время приходила, и она каждые, не знаю, там, несколько месяцев, каждый своего партнера, она говорит, вот, она опять пришла на разбор с своим партнером, значит, она смотрела совместимость, смотрела, какие характеристики, то есть, знаете, как МРТ, его хоборосток просмотрит. Но мы с ней много над этим работала, то есть, работали вместе, то есть, каждый потенциальный партнер, который ее заинтересовывал, она всегда, да, приходила, мы смотрели, анализировали, через какое-то время, смотрю, она присылает новую дату, я говорю, что там не получилось, она говорит, ну, это как приблизительно-то и сказала, я говорю, ну, понятно, но в итоге мы дошли до того, что все-таки она... теперь она замужем, она счастлива, она, да, нашла наконец свою замечательную, свою замечательную родственную душу, это здорово. И я тоже самое, Куленький сразу, прежде всего, всех своих претендентов, которые у меня были, я говорю, Оля, ей даже фотографии надо смотреть, ей только формула души, то есть, ну, да. Ну, это интересно, даже в плане угадать вообще эту формулу, хотя, сразу говорю, формула души, натальная карта, она не показывает пол никогда, то есть, пол невозможно, я не говорю ей, невозможно, но часто угадываю. Мужчина-то или женщина, я говорю, посмотри мне, пожалуйста, вот этого человека, да, она там говорит, говорит потом, она мне говорит, это мужчина? Я говорю, ну да, вообще-то, то есть, она мне еще поток интуитивный, вот это очень сильное считывание. И тут я сейчас еще одну историю хотела рассказать, ко мне пришел тоже человек, да, и пришел с датой, я просмотрела, и мы с ним взаимодействуем какое-то время, и я понимаю, что как-то вот, ну, не бьется информация, то есть, то, что формула души показывает характеристики, никак. Потом оказывается, что он скрывал свою настоящую дату, и когда я узнала его настоящую дату, вот тогда все сошлось. И думаю, вот теперь все на месте, да, потому что думаю, ну как же, вот там одно, а вот здесь вот никак оно не, думаю, ну что ж такое-то, ну как это могли посмотреть? По паспорту, да, и в реальности. Да, просмотреть два астролога, вот эту информацию, да, вот, вот что значит, то есть, МРТ, то есть, вот это очень классно. Энергетическое МРТ, И ты понимаешь себя, ты действительно считаешь себя особенным человеком, потому что это за гранью понимания другого человека, как можно узнать его нарастание и характеристики, и, соответственно, где-то себя безопасить, где-то, наоборот, с этим человеком сблизиться, начать с ним какие-то связи. Как я говорю, познакомиться заранее, чтобы вот подстроиться, именно психологически подготовиться к тому, что можно отжидать от человека. Так часто... Единственное, что я предвижу такой вопрос, да, о непрограммировании ли это, да, то есть, вот как ты скажешь, ну, сказал, сказал Кострогу, ты уже там все программы накидала. Программирует это человек или нет? Ну, я скажу так, все зависит, конечно, от самого, астролога, который вещает, непосредственно дает информацию. Мы все, как мастера, разные, естественно, у всех свой набор знаний, да, и преподнесения информации, но тут важно, опять же, как вы апеллируете этой информацией, как вы ей пользуетесь. Конечно, на веру принимать и воспринимать всегда и все, сто процентов, тоже нельзя, но с другой стороны, это нам именно дает возможность, я считаю, именно подстройки, вот подстройки под ту энергию, которой ты можешь ожидать, потому что иногда, сталкиваясь с человеком, вот, ты идешь, у тебя такой мандраж, да, вот, а вдруг он сейчас там будет там какой-то злой или слишком активный, или как он на меня посмотрит, как он меня примет, а здесь у тебя появляется спокойствие, возможно, сразу уже принятие, возможно, уже сразу какие-то тактические ходы в плане там накидать себе пару-тройку там фраз или действий, что я могу сделать в этой ситуации, то есть я считаю, что это наоборот, ну, как подсказка, подсказка для себя, но все зависит от того, как мы этим пользуемся. Безусловно. Я вот так еще скажу, что все-таки от мастера очень здорово зависит, потому что сколько раз к вам не приходило людей в панике от разных других специалистов, я так скажу, специалистов, потому что там такого понагнушают, что там посмотрели типа моего сына, и у него кроме негатива там тюрьмы его там и психушки ничего не ожидают, и тут начинаешь развенчивать, даже если ты видишь, действительно предпосылки есть, то ты наоборот внушаешь лучшее человеку, то есть верой ты тоже можешь человека вывести в лучшую вот эту судьбу. Это безусловно. Тут все зависит от трансляции. и вот сколько раз Коля там пошлешь сложного, допустим, видишь формула действительно сложная, уже человека приблизительно с клиентом поговорил, действительно там сложная ситуация. После Олиного разбора мне пишет обратную связь, ой, Оленька, как же она, как она, как она бережна, как она это, я же знаю, что там у меня там вот это, вот это, и как она все вот это, все, у человека выросли крылья. Это реально вот, у Оли, она всегда растет крылья, всегда, любой разбор, это вот, это просто все, полетели, попорхали, и действительно там у человека выросла где-то энергия дополнительная для того, чтобы преодолеть вот эти вот сложные развилки. Ну, задача такая наша, чтобы человека именно возрастить, поддержать, направить к своим истокам, к самому себе, и это самое главное, я считаю. Ну, мне нравится на курсе ты еще это делаешь, ты, во-первых, делаешь, вот ты сейчас на этом курсе, который у тебя будет, ты будешь своим всем студентам разборы делать, или как у тебя, у тебя же обязательно. Всегда было, ты брала, то есть каждый человек, который приходил, как ты раньше, сейчас я вспомнил, как раньше была, сейчас как ты сейчас. Ну, раньше, когда было совсем, как бы, небольшое количество участников, мы там каждого вообще досконально разбирали. То есть прям вообще по косточкам натальной карты. поскольку человек побольше, то мы просто каждое занятие, ну, которое соответствует определенной теме, мы берем студента и, соответственно, его жизненную ситуацию, то есть мы на своих примерах это разбираем. то есть не только жизненный пример, да? Честно, не увлекаюсь разбором звезд и знаменитых личностей, так как мы видим только как бы внешнюю обычно оболочку, а что происходит внутри в жизни человека, нам не представляется возможным это знать. А здесь интересны именно реальные факты, реальная жизнь человека со всеми его взлетами, падениями, страхами и радостями, то есть как на духу, ну, конечно, еще от самого студента человека зависит, то есть если он подробнее расскажет эту историю, то есть это такой классный учебный пособный сразу же материал для всех и для меня в том числе, то есть я всегда со всеми своими учениками каждый раз учусь, вижу что-то новое, что-то интересное, то есть мы вот именно все вместе эмпирическим путем приходим к общим... Я считаю, это вообще бонус там, когда действительно, когда каждому студенту практически ты помогаешь... У каждого активного студента, я никого, естественно, я просто сейчас не знаю, раньше я знала, что ты всех разбирала. Ну, я не настаиваю, может быть, кто-то не хочет на всеобщее обозрение выставлять свою ситуацию, и тогда они как бы больше в индивидуальном порядке обращаются, а кто готов, кто всегда активен, мы вот все вместе всех разбираем, у нас как бы общее такое собрание, каждый накидывает свой взгляд на эту ситуацию, и, естественно, в рамках тех положений и аспектов планет, как они стоят, то есть... Ну, в общем, шикарно, друзья мои, вот Оля один из тех мастеров именно астропсихологии, потому что здесь задействована и психология, и астрология, и формула души, основные же инструменты, получается, натальная карта, как бы тоже дополнение. Да, мы две методики берем, объединяем, совмещаем вместе и смотрим со всех сторон. Очень легкая подача, я так скажу, Оленька, она очень хороший педагог, который действительно очень сложный момент, астрология, это сразу говорю, это не легкая наука, которую освоить можно, но те, у кого есть желание, особенно у кого есть натальные карты, кто знает, например, ретроградный Уран, ретроградный Юпитер, это учительственник, как раз именно духовное, духовное ведение человека, такой, знаете, статус уже не просто в социальной, то есть будет человек признан не просто в социальной, ну, как учитель простой или там как врач, а именно как духовный учитель, человек, который ведает мистическими какими-то сферами. И вот Оленька очень классно, она преподает этот инструмент астрологии, просто шедеврально, да, и можно долго искать своего астролога, вот у кого вот есть тяга к звездам, конечно же, это по душе, по энергетике выбирают, по образу жизни смотрят, да, ну, это очень важно, как отзывается, по энергетике, чтобы нравилось, было легко. И если вот у вас есть ощущение, что звезды это ваше, что вы хотите углубиться в этот процесс, помочь своим близким, вообще каким-то образом помогать людям, потому что вы как оракул, то есть вам на вас, ну, то, что это какое-то тщеславие, нет, но вы понимаете, что вы в касте каких-то людей особенных, да, и действительно инструмент заслуживает большого уважения, потому что пока ты освоил это, это столько труда нужно, и вот это главное желание. И если у вас когда-то отзывало здесь внутри звезды, да, помогал объем информации, то коллеги, это вот легко, очень можно быстренько закрепить, то есть начать там закрепить потом постепенно, и, соответственно, тем более внедрите это в свою жизнь. Сейчас у Оли вот очередной набор, это редко она это делает, ну, раз в год обычно это делает. Да, раз в году только. Всего лишь раз в год, и на сколько месяцев ты это... Пять месяцев. Пять месяцев. Обновила тем более, то есть новое нововведение, опять же, легкая подача. Присмотритесь. Мы начинаем с самых азов, для того, чтобы вы вникли в звезды, влюбились в них раз и навсегда, ну и, конечно, начали вот это большое путешествие, так как если вы однажды с ними соприкасаетесь, это уже, я думаю, что надолго и навсегда, ну, к звездам еще пока никто не был равнодушен, всем это очень нравится. И главное, знаете, для своих близких вы начнете распечатать их все формулы дыши, и будете там через, после каждого задания рассказывать им это, и для... Вы уже будете, знаете, вот говорят в своем отечестве нет пророков. Нет пророков, да. Вы точно пророком станете в своем отечестве, как минимум в своей семье. На вас уже будут смотреть немножко по-другому. Ну, это вообще приятно, да? Да, главное себе. Ну, часто бывает даже, в основном девчонки обучаются. Состояние очень-очень такое приятное. Да, и вот в основном девчонки обучаются, и как классно, когда к ним мужья подсаживаются, и потом через них передают, что Олечка там мой муж передает тебе плавенный привет, большое благодарность, что я там стала или мягче, или спокойнее, или как-то внимательнее, ну, в общем, там всегда классно. А муж слушает, что, значит, о нем рассказывают какие-то положительные качества, там прежде всего, конечно, положительные мы рассказываем, да, то уже он как-то женат, и смотри, как лишний. Молодец. Где-то какое-то, да, что-то хорошее сказал, это очень круто. Вообще, друзья мои, по отсылке видео, искать-то где информацию. Да, обязательно. Ссылку под видео оставлю для тех, какому отзывается, хочется. Почитайте, откликается. Поверьте мне, спасибо скажете еще много-много раз Вселенной с большим духовным наставником, ангелом, и Оленьке, конечно, за то, что вы в нужный час оказались там, где вышли на этот путь звездного-звездного Оракула. Ну, и я сама еще считаю, добавлю, что развиваться вообще никогда не поздно, друзья, и даже если вам кажется, что, ну, это сложно или, может быть, невозможно, или мне, может быть, уже поздно. Разные могут быть мысли у всех возникать. Развитие – это вообще наши инвестиции в себя, потому что мы не знаем, где и когда эти знания могут нам пригодиться в итоге, но то, что они нужны и обязательно в нужный час всплывут в нужном месте, в нужное время с моим человеком это всегда нужно. Вот, друзья, будем рады, если вам эта информация отзывается, помогла разобраться в себе, в астрологии и, возможно, в ваших каких-то внутренних сомнениях и размышлениях на этот счет. Любим вас, благодарю вас, берегите себя, свою карму, ну, и, соответственно, радости, легкости познания себя и этого мира через звезды, мои хорошие. Да, всем до встречи, пока, и благодарю вас за внимание. Пока. Пишите комментарии. Пока. Пока. Пишите комментарии.